Правительство Италии в воскресенье провело экстренное заседание в связи с гибелью в море около 700 мигрантов. Их лодка следовала из Ливии к итальянскому острову Лампидуза. Премьер Матио Ренци встретился с министрами, включая глав внешнеполитического ведомства и МВД. Позже он сделал заявление, призвав международное сообщество остановить группы нелегальных перевозчиков-мигрантов в Европу. «Работа, которую делает Италия практически в одиночку, возможно, иногда с международной поддержкой, просто экстраординарная. Сегодня наш континент и Средиземноморский район охватило настоящее бедствие, причиной которого стали нелегальные перевозчики людей. Это рабство в 21-м столетии». Итальянские международные корабли и вертолёты в ночь на понедельник пытались найти выживших. На данный момент число спасённых составляет 28 человек. Кроме того, спасатели обнаружили тела 24 беженцев. Лодка длиной в 20 метров затонула приблизительно в 100 километрах от побережья Ливии около полуночи. Она следовала на остров Лампидуза. Как предполагается, лодка перевернулась в тот момент, когда большая часть пассажиров перегруженного судна подошла к одному борту. Свидетели говорят, что люди пытались привлечь внимание проходящего мимо торгового корабля. Президент Европейского совета Дональд Туск сказал, что он рассматривает возможность организовать специальную встречу европейских лидеров в связи с трагедией. Ранее Италия проводила операцию по спасению мигрантов в море под названием Маре Нострум. Однако она была слишком затратной. Позже её заменили общей европейской операцией Тритон с целью охраны морских границ. Правозащитные и гуманитарные группы резко критикуют эту программу. Они призывают создать в Средиземном море гуманитарный коридор, чтобы обеспечить безопасность людей. В этом году итальянских берегов достигло около 20 тысяч мигрантов. При этом число погибших в море по сравнению с прошлым годом увеличилось почти в 9 раз. Только на прошлой неделе около 400 мигрантов погибли, пытаясь из Ливии добраться до итальянских берегов. Кораблекрушения случаются из-за того, что нелегальные перевозчики отправляют людей в плавание на ветхих плавсредствах. Кроме того, лодки обычно перегружены.